Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 8 февраля день Симеона, Федоров день. День назван в честь преподобного Симеона Ветхого. Он с юных лет проводил пустынное житие, поселившись на большой пещере в совершенном уединении. Жизнь протекала в строгом посте, непрерывной молитве и богомыслии. Пищей ему служили только травы, прозрастающие вокруг пещеры. Трак продолжалась в течение многих лет. За свои подвиги преподобный получил от Бога благодать повелевать лютыми зверями. Умер в глубокой старости. В этот же день состоялось принесение мощей преподобного Феодора Игумена Студийского. Преподобный Феодор смело выступил против царя и знати, которые извращали христианские порядки и уклады. Они боролись с иконами. За это был преследуем. Когда святая Ирина возвратила себе престол, то первым делом освободила преподобного Феодора. Это было в 796 году. Она передала ему опустевший при нечестивом царе Капрониме. Капроним означает навозник. Во время крещения, будучи младенцем, он испражнился в купель, тем самым осквернив таинство крещения. Итак, значит, при нечестивом царе Капрониме. Она передала ему опустевший при нечестивом царе Капрониме Студийский монастырь. Благодаря усилиям преподобного Феодора в обители собралось аж тысяча иноков. И для них преподобный Феодор написал устав иноческой жизни, получивший название Студийского. Это день почитания своего рода. В народе считалось, что в этот день покойники тоскуют по оставленной ими земле и по своим родным. Удаляясь в горний мир душой и на кладбище телом, умершие и после истечения положенных 40 дней после смерти, могут существенно влиять на дела своих родных. Именно поэтому так важно не забывать свои родные корни, могилы предков. Память рода и его поддержка возможны лишь тогда, когда живущие потомки помнят и почитают своих предков. Если же покойник или покойники часто являются, нужно бросить в них камень, а заодно подумать, почему это происходит и сделать так, чтобы это не повторилось. Сегодня можно вызывать духов, для этого надо заранее. 12 пятниц соблюдать строгий пост. День сегодня весьма холодный, поэтому наши предки говорили, Феодор студит, землю студит. Приметы. По этому дню судили, какова будет весна. Если февраль холодный и сухой, август будет жаркий. Геннадий Анатольевич, а Вы скажите, сколько вот этот вот хей, который заболел почками и который открыл нам хунзу народ, он сколько весил? В 41 год он весил 25 килограммов. Это говорит о том, что настолько его организм уже истощился в борьбе с болезнью, что он уже был на грани жизни и смерти. А когда он уже начал есть так же, как и люди народа хунза, он набрал вес 60 килограммов. Нормальный вес? И важно, когда человек питается естественной пищей, у него срабатывают такие механизмы в организме, что они препятствуют чрезмерному набору веса. Потому что мы в основном едим ту пищу, которая нам не свойственна, а потом мы удивляемся, а почему вот такие? Да. Поэтому Говард Хей, коренным образом перестроил свое питание, стал есть лишь то, что приемлемо для человека. Он употреблял продукты только в естественном виде, в небольшом количестве. И те продукты, самое интересное, знаете, что вообще у нас произошло сейчас с продуктами? Для жизнедеятельности нам нужны определенные продукты, особо не видоизмененные. Но продукты несут, будем говорить, вкусовые ощущения и, как бы сказать, можно с помощью продуктов себя разбаловать. Можно. И поэтому, поэтому сейчас кулинария, сейчас пищевая промышленность пошла по пути, он говорит, вот потакание извращенным вкусом человека. Вафли вы там ели, пирожные ели, кофе там пьете с сахаром и так далее, и так далее. И что получается? Геннадий Петрович, ну как вафли? Это было страшно сказать, в каком году. А вы что, не ели вафли в детстве? Ел. А печенье? И печенье, да, ел. А сейчас стараюсь как можно реже, только при большой необходимости съесть. А вы какие в детстве любили, вообще что вы любили в детстве из еды? У вас были какие-то капризы или отдельные вкусы? Ой, детство было, конечно, не такое богатое, как сейчас, поэтому семья рабочая была. И в основном это, ну что ли, любили там картошку, селедку действительно, вот такое мясо изредка там было. А, ну это хорошо, кстати, что мясо изредка было. Так вот, Хей, как бы он говорит, он с 25 килограмм поправился не до 60, а до 80. А, до 80. И стал себя чувствовать свежее работоспособнее, чем в молодости. Вот что значит правильное питание. Он полностью выздоровел, хотя медицинские светила его времени считали, что он обречен на верную смерть. Впоследствии Хей, с помощью разработанной им методики питания на основе диеты, их он закутал, вот, ну и привлечением других оздоровительных средств, лечил тысячи тяжело больных людей самых различных болезней. Так, хочу показать, как это выглядит. Ну, прекрасный, как раз таки. Ну, мы в демонстрационном виде делали, да. Мы сегодня-то и съедим, а так их можно, как пельмени, наделать, наделать, и на какой-нибудь, допустим, там праздник детский. Да даже на взрослые, я вам скажу, что вот в случае, допустим, моего дня рождения, у меня такой десерт, я считаю, что я правильно живу. Кстати, Танюше мы поздравляем с днем рождения, она, видите, стоит за кухоной. Мы поздравляем с днем столом, но тем не менее мы... Спасибо большое. И с удовольствием съедим ее. А попробуй быть сладкую. Какая сладкая? А вот с медом. Ага, с медом. Да, да, да. Кстати, она и с медом, и без меда будет немножечко сладенькая. Сладенькая, да? Я очень рада, что я провожу этот день с вами, друзья. Честное, взрослое слово. Ну как? Отлично. Может, постоять еще надо им чуть-чуть в холоде? Пускай немножечко постоит. Питаются, да? Постоит, да, упитается. Сок слегка еще подсохнет и будет вообще великолепно. Итак, мы с вами разобрали питание хун закутал. Немножечко разобрали. Что его надо применять в своей практике, и те люди, которые действительно его применяют, могут жить не отдельной семьей, а целым временем, без болезней, долго и хорошо. Чего и мы вам желаем. Пятнадцатые лунные сутки. Чем больше прерывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкостей в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны.